Аллилуйя! 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 Пусть Господь коснется, пусть Господь покормит вас, и пусть Господь поднимет вас, и поэтому мы благословляем и приветствуем каждого, кто смотрит. Пусть благословение Господне будет на вас, на ваших семьях, на вашем доме. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И каждый, кто сегодня в первый раз здесь, если ты в первый раз здесь, мы также приветствуем тебя. Все, кто в первый раз в Церковь Слово Божие по какой-то причине, кто-то вас привел. Я хочу сказать, что это не случайно, что ты сегодня здесь. Я хочу сказать тебе, что знаешь, это Господь привел тебя сюда. У него есть великая работа, которая хочет проделать в твоей жизни, хочет войти в твое сердце и быть твоим Господом и твоим Спасителем. И вы, которые пришли в первый раз, у нас есть отдельное, очень короткое служение, которое мы делаем для них. Это на втором этаже, в фойе, и наши служители идут туда. Если вы не знаете, где, то спросите тех, кто привел вас. И если ты кого-то привел, то обязательно отвези их туда после служения. Это фойе второго этажа. Там будут наши пастора, которые будут там, они будут читать там, и они подают вам Евангелие. И все, которые пришли в первый раз, сказали Аминь. Это будет большое благословение для тебя. А теперь, о чем сегодня я буду говорить? Название моей проповеди я назвал так. Слово, которое я приготовил. Но до этого пока я скажу, я скажу, вы рады, что сего закончилось? Весна пришла, и погода хорошая, и наше настроение улучшилось. Вы знаете, в духовной жизни также бывают духовные зимы. И знаете, насколько бы зима не была долгой? Хотя, когда Ной вышел из Ковчега, у нас были здесь гости, они пришли, они сказали, они хотят в октябре сделать большое служение. Есть такая бабушка, ей 85 лет, и мы сказали, как она служит. И она сказала, что Господь не только исцеляет, но Господь еще и мое исцеление. Она говорит, люди, которые моего возраста, они пьют так много лигарств, но я служу, но я планирую, что я буду служить. Я говорю, ну тебе 80 лет, откуда знаешь, что у тебя есть время? И она сказала, что после 85-го года, еще 5 лет ты будешь служить силой. И она сказала, что Господь положил Армению в моем сердце, потому что наш прапрапрапрапрапрапрапрапрадед Ной, это была его страна, и Господь, он хочет могущественным образом работать и действовать в этой стране. И, знаете, мы не звоним, мы не говорим об этом, мы не приглашаем, мы не просим, но у Господа есть план для нашей страны, у Господа есть план для нашей земли, у Господа есть цель, и это будет благословенно его цель. Но Ной, когда он спустился, Господь сказал, пока есть этот мир, у вас будет лето, у вас будет зима, у вас будет осень. Знаете, это всегда будет, поэтому всегда приготовьтесь, не надо об этом плохо говорить, в каждый сезон одевайтесь, готовьтесь, как это надо, и также написано, что сейни и жатва тоже не убавятся из этой семьи, но, конечно, замечательно, что теперь уже апрель приходит, и в апреле у нас будет Пасха, и если кое-что не говорите никому, пастор наш дорогой, он будет здесь с нами в апреле, так что все вместе мы будем. И мы будем служить здесь, и мы будем служить праздник, воскресение Христа, и я просто сказал, чтобы вы никому не говорили об этом, просто я вам это сказал, но то, что вы знаете, что есть, знаете, если вы так говорите, то все об этом узнают, да, и я сейчас тоже скажу, какое слово я приготовил, называется так это слово, знай, кто ты. Знаете, очень ужасно было бы, если бы утром мы проснулись, и мы бы забыли, где мы, кто мы, знаете, вот подобный человек, просто на минуту представьте себе, вы просто просыпаетесь рану утром, и вы не понимаете, вы где вообще, кто вы, и первый вопрос, который вас будет интересовать, кто же вы, где вы, так это или нет? И знаете, слово Божие говорит нам, кто мы, это не должно идти вот из-за переживаний в нашей жизни, из-за нашего опыта, из-за того, что мир говорит о нас, потому что мир смотрит на все это по-другому. Мир смотрит на какой-то паспорт, мир смотрит из какой-то страны, мир смотрит на твое образование. В нашей стране это немного, конечно, по-другому смотрит, кто стоит за тобой, и от этого и зависит, кто ты, что ты можешь сделать, что ты не можешь сделать. Но у Бога, знаете, у Бога все это по-другому. И слово Божие говорит нам, что кем мы являемся во Христе Иисусе. Когда мы приняли Иисуса Христа в наших сердцах, и мы родились заново, Господь сказал, что Господь говорит, что с нами что-то произошло. Он перевел нас из царства тьмы в царство Его возлюбленного Сына. И мы молимся, молитвы Отче наш, и мы всегда говорим в этой молитве, что Господь, да придет Твое царство, да будет Твоя воля. И знаете, что самое первое предложение, когда мы молимся, мы говорим, Отец наш, Отче наш. Мы об этом будем говорить, что кем мы являемся во Христе Иисусе. Но до этого я хочу немного говорить о воле Божьей. Давайте мы просто возьмем некоторое время на это, потому что я заметил, что люди, когда в их жизни начинают происходить разные вещи, и вот причина, почему каждый раз мы читаем из Слова Божьего, и я не уверен, что каждый человек в день дает время, качественное время, чтобы читать Библию. Единственный способ, который у дьявола есть, чтобы обмануть христиан, и апостол Павел пишет, и говорит, как змей смог обмануть Еву, «Я боюсь, чтобы вдруг дьявол не обманул вас так, чтобы он не пришел, как ангел света, и не попытался обмануть вас». Именно по этой причине я хочу немного поговорить о воле Божьей. Что же есть в воле Божьей? Для того, чтобы знать волю Божью, вы меня слушаете? Для того, чтобы знать волю Божью, мы должны читать Библию, потому что там мы находим его волю, и наша жизнь не должна решать, наш опыт не должен диктовать нам, и этот мир не должен провозглашать над нами и решать, что мы можем делать, кем мы можем быть. Аминь? Но Бог своим Словом, Он должен решить. Его Слово является абсолютной истиной. Аминь? Я хочу говорить немного о Слове Божьем, о воле Божьей. Песня мы перейдем к нашей теме. В 12 главе послания Кремлин во 2 стихе он пишет церкви, которая находилась в Риме, и говорит им следующее. «Не сообразуйтесь с веком сиим или с миром сиим, но преобразуйтесь с обновлением ума вашего». Почему? Чтобы мы могли познать и знать, понять, быть информированными о том, что есть воля Божья. Я остановлюсь здесь, потом продолжу. Сначала мы должны познать, мы должны знать, мы должны исследовать. Почему? Потому что Слово Божье автоматически не приходит в наши жизни. Потому что воля Божья автоматически не случается. Воля Божья в нашей жизни, для того, чтобы это случилось, мы должны знать волю Божью, и наше сердце должно быть открыто, и мы должны сказать, да, Господь, пусть будет Твоя воля. Без того, чтобы мы знали об этом, наша вера не будет действовать, потому что вера действует там, где воля Божья явлена, и основа нашей веры — это Слово Божие. Поэтому апостол Павел и говорит, обновитесь, обновите ваш ум, думайте по-другому. То есть, говоря по-другому, я просто скажу по-армянски, по-нашему. Смотрите на жизнь и на вопросы в вашей жизни с точки зрения Бога. Не смотрите, как смотрят люди, все, что происходит в нашей жизни, что происходит в этом мире, все, что происходит вокруг нас. Смотрите на это так, как Бог это видит. Или, говоря по-другому, поскольку воля Божья является через Слово Божие, смотрите через призму Слова Божьего. О том, как Слово Божье говорит об этом, касательно наших жизней, касательно наших ситуаций в жизни. И потом уже написано, что воля Божья благая, угодная и совершенная. Знаете, в Псалме 119, стих 68, то есть Псалом 118, здесь говорится о Боге, и является просто о воле Божьей в нашей жизни, и показывает, кто есть всемогущий Бог. Потому что также, для того, чтобы наша жизнь веры была успешной, нам нужно знать, кто есть наш Бог. Псалом 119, стих 62. Псалом 119, стих 62. Господь, Ты благо, и Ты творишь благо. Иногда люди, они могут быть обмануты во всем, что происходит, смотря вокруг тех проблем, которые у них есть. И зачастую, очень долго находясь в определенной ситуации, мы привыкаем, мы свыкаемся. И, знаете, просто мы привыкаем к трудностям. Мы сегодня пришли сюда, здесь замечательный свет, тепло, мягкие стулья. И мы уже как бы свыклись с этим, мы привыкли к этому. Но мы даже не помним, мы даже забыли, многие из нас, которые с самого начала церкви были, что церковь, у них не было места, чтобы мы могли собраться. Мы собирались где-то на природе. И там, где парк, монументы, мы делали лидерские служения, и библейские школы, мы просто проводили везде, где мы могли, где была вообще хоть какая-то возможность. Мы забыли, что было тогда холодно зимой и жарко летом. И сегодня мы даже не понимаем, что за все это кто-то заплатил цену. И именно это мы, которые заплатили эту цену своими пожертвованиями. Это за то, что мы принесли дары Господу, и мы смогли с помощью этого все это сделать. И я скажу, что мы будем строить еще больше, и мы будем делать еще больше. Потому что есть всего лишь одно место, где, когда мы делаем вложения, это все не идет зря. Иисус сказал, ради моего имени и ради Евангелия, ради Слова Божьего, ради того, что мы делаем это большое благословение, как для нас, так и для тех, кто находится рядом с нами, как для нашей семьи, так и для наших детей, и для нашей нации. Аминь. Это говорит Слово Божие, и наша жизнь свидетельствует об этом. И Господь, пусть Бога славит каждого из вас, которые до сегодня вы не ослабли, и десятину, и пожертвования, вы наполняете житницы Дома Господнего, и знаете, Господь, как в Своем Слове Он говорит, пусть небо будет открыто Господом на вашу жизнь. Но когда вы долгое время находитесь в какой-то проблеме, вы начинаете свыкаться, и люди даже не хотят менять свою жизнь, они думают, ну так и все это должно быть. И Бог сказал Аврааму, Он сказал, у тебя будет ребенок. Прошли годы, когда очень долго ты находишься в одной проблеме, очень долго, вот эта проблема, она в твоей жизни, ты сражаешься, ты пытаешься, и победа все равно приходит, у тебя есть слава, у тебя есть обетование, но приходит что? Приходит разочарование, человек хочет сдаться. И знаете, что дьявол не придет и скажет, знаешь, что нет. Ну, знаешь, он иногда меняет твое богословие, чтобы ты даже и не пытался менять свою ситуацию, прибегнуть к помощи Бога, и вдруг, как друзья Бога такие, люди приходят, начинают тебя изучать, говорят, как ты согрешил, то что ты сделал, что из-за этого Господь просто постоянно дает тебя по голове своим посохом или кто-то еще другой говорит. они говорят, нет, 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 просто прими, просто прими, это Господь стоит за всем этим. Знаете, когда Иисус, Он был отведен в пустыню духом, пожалуйста, читайте правильно, Иисус был отведен в пустыню Святым Духом, чтобы быть испытан, но кто его, то есть искушен, не испытан, Он был искушен, искусителем, имя которого дьявол. И поэтому в первой главе Иакова 16-17 стихи, первая глава Иакова 16-17 стихи, какая-то возлюбленная, пусть никто вас не обманывает, давайте слова будем правильно просто говорить, чтобы когда вот мы меняем места, не меняется, нет, знаете, это не математика, что когда мы что-то меняем местами в христианстве, смысл меняется, потому что в христианстве все должно быть абсолютно на своем месте. Давайте не будем путать Бога с искусителем, давайте не будем менять свое богословие. И знаете, Иаков говорит, пожалуйста, вот смотрите, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца светил, у которого нет ни изменения, ни тени, ни перемены. Я хочу здесь положить основания, чтобы мы смогли уже смотреть на Слово Божие, поэтому я замечаю, что когда мы говорим с Богом, людей, это так неясно, они даже не уверены, что они в воле Божьей, они знают о воле Божьей, когда ты о чем-то не знаешь и не уверен. Человек, который сомневается, он не уверен в своих путях. И Богу Абраму Бог сказал, что здесь побудет ребенок, и очень долго лет, они ждали, они попытались, они делали все, что можно было, все, что нельзя было, они побегли к помощи другим, и все равно ничего не получилось. И мы читаем это уже в 15 главе. Бытия я сейчас не открою, но в 15 главе Бытия Абрам сидел, страх подошел, и Господь явился ему и сказал, Авраам, не бойся. Он говорит так разочарованно, ну ты не дал мне. Да ладно, вот этот слуга, который вырос в моем доме, Илья Зар, я хотя бы его возьму, усыновлю, ну я тебе помогу, ты не будешь лжаться, он потому что ты сказал, и у меня еще нет, да? Но знаете, Господь очень хорошо стоит за своим именем, за своей славой, и Он очень, и Он хорошо защищает свое имя и свою славу, лучше, чем мы. Мы не Его защитники, Он может очень даже хорошо защищать и защитить нас сам. И знаете, что говорит Бог Авраам? Он говорит, нет. Но знаете, мышление надо было изменить, потому что он должен был в это верить, чтобы он был уверен относительно Слова Божьего. И как Бог это делает? Он вывел его просто. Бог его вывел из своих проблем, вот из этого шатра, в котором он находился, и он, и Сара, Сара и он, они были вместе, они там сидели, каждый говорит, другому ничего не произойдет. Он говорит, выйди, вот, посмотри на звезды, посмотри на песок, вот так много, когда меняет наше представление, вот тогда чудеса начинают происходить. Давайте позволим, чтобы Господь просто обновил наше мышление своим словом, чтобы мы знали, чтобы мы исследовали, поняли, что есть воля Божья. А потом апостол Павел говорит, и Иаков говорит, что воля Божья это благое, это совершенное, это угодное, и в Псалме мы прочли, что Господь благ, и Он творит благ, и в Иакове мы прочли, и что пусть никто не обманывает вас, братья, потому что всякие вещи, которые происходят рядом с нами, или рядом с другими людьми, если кто-то, если что-то считается, что это идет против Слова Божьего, или не соответствует Слову Божьему, то это неправильно. Уйдет время, когда мы все поймем. Мы растем в познании, вы заметили это или нет? 15 лет назад мы не так много понимали, и сегодня есть вещи, о которых мы знаем, и 15 лет назад мы даже не знали об этом. Телефон, интернет, я тоже могу сказать, очень много вот этих предложений, которые сейчас есть, которые мы используем сегодня, и в один день Слово Божье говорит, что мы все равно, мы знаем частично, мы понимаем частично, но когда Господь придет, тогда на все вопросы Он даст нам ответ. Но что-то знай, просто наверняка, что когда Слово Божье говорит о том, что Бог благ, когда Слово Божье говорит о том, что всякое даяние доброе исходит от Отца Света, когда апостол Павел говорит о воле Божьей, говорит, что его воля поля, полагаю, угодное и совершенное, то помните, что зима пройдет, и небеса пройдут, но Слово Божие не пройдет. Это абсолютная истина. Псалом 138, первые два стиха. Мы здесь читаем, мы здесь говорим, что призывающий имя Господа и имя Иисуса Христа выше всякого имени, и нет имени выше этого имени. Написано, что каждое колено преклонится. Аминь. Здесь вот интересная вещь, здесь говорится, я прославлю тебя всем сердцем моим перед богами, я буду петь тебе, и потом говорит, поклонюсь перед святым храмом твоим, и славлю тебя за свое имя твое, за милость твою и за истину твою. А потом вот интересно, ибо ты возвеличил слово свое превыше всякого имени твоего. Именно поэтому давайте просто мы будем отдать время для слова. Мы не должны просто читать, мы должны еще и понимать, что это слово говорит в наших ситуациях, поэтому мы должны прийти в церковь, где есть дары, служения, которые могут раскрыть, поэтому у нас есть библейская школа, потому что иногда мы можем читать, но мы не понимаем, но мы не понимаем, мы не читаем, слово Божье, просто чтобы читать. Я сказал это еще раз, я могу это сказать, что однажды я был очень устал, но я всегда не сплю, я просто не буду спать, если я не пришел, слово Божье, я читаю утром, потом я днем тоже нахожу время, ты скажешь, почему, потому что слово Божье говорит, что в притчах, что слово Божье это лекарство, это мое личное откровение, что врачи приписывают лекарство три раза в день, и поэтому я читаю это, потому что это мое лекарство, я был так уставший, наше служение, это просто не один раз проповедовать в воскресенье, когда ты идешь, мы идем, спускаемся вниз, и почти весь офис переведен сюда, и просто все бегут, все работают, как пчелки, все приходят с утра, у нас здесь есть ночные молитвы, сейчас там есть многие залы, здесь служение для детей, потом служение для тинейджеров, и почему я все это говорю, потому что я просто был так уставшим, я мог сказать, ну ладно, я не буду читать сегодня, потому что завтра, но я знаю, что не надо оставлять сегодняшнее дело на завтра, и потому что на завтра есть другие дела, другие проблемы, я читаю, 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 и вдруг Господь сказал, что ты читаешь? Я сказал, Библию, но когда Бог говорит, что ты читаешь, Он же не спрашивает тебя, он очень хорошо знал, почему Он говорил, потому что бывало, что ты просто смотришь глазами на эту Библию, но ничего к тебе не приходит, я просто оставился на минуту, и Он спросил меня, что ты читаешь? И честно говоря, я вообще забыл, что я читал, это был вообще Новый Завет, Ветхий Завет, какая это была история, я понял, что листы идут, я быстро читал, только чтобы читать и закончить, и со спокойной совестью идти спать, но мы не должны просто читать, что мы должны еще и понимать, поэтому мы должны пойти в церковь, аминь, Слово Божие говорит, тем более вы видите, что последние дни приближаются, тем более наши ноги пусть чаще будут в Доме Божьем, и дьявол, он придет в воскресенье утром и сказать, а, давай-ка проснись раньше, мой хороший, чтобы ты пошел в церковь, нет, Он сделает все, чтобы ты не пошел в церковь, но вопреки Ему прими решение, что что бы ни случилось, твоя нога не уйдет, потому что это с Апсалу 83, там написано, что лучше я буду сторожем у дверей Дома Господа, чем я буду тысячу лет жить хорошо с нечистивыми людьми, потому что вот это слово Дом Божий, где написано, что церковь, это Дом Божий, значит, ты в Библии не читаешь, если ты такие вопросы исправишь, потому что Павел пишет Тимофею, он говорит, если я опоздаю, ты знаешь, как должен себя вести в Доме Божьем, который есть, церковь Бога живого, есть такие слова, церковь Бога живого, церковь, это место, где Бог жив, Он действует, Он меняет жизни людей, что это за место, это церковь, и потом говорит, что это столб и утверждение истины, вот это то, о чем говорит Слово Божие, и просто смотря как основание, и здесь говорится, что ты возвеличил свое имя, свое слово выше всякого твоего имени, поэтому давайте посмотрим, что же есть в воле Божьей, и вместе с этим давайте будем понимать, потому что очень часто мы просто можем вырвать какой-то стих, и даже не понимая, потому что Библия не была написана на армянском, когда это было написано, это было на иврите, там вообще не используются гласные, там только согласные были обозначены, и на греческом, там нет запятых, там нет точек, там ничего такого нет, просто все было срочными буквами прописано, но как это делается, вы скажете, есть, конечно, люди, которые списались из этих языков, они очень хорошо все это знают, но что в армянском, знаете, нет такие сложные структуры, как в греческом, допустим, что меняются окончания почти каждого слова, мы говорим, он пошел, в армянском нет, он и она, и когда мы в армянском говорим, что ушел, или пошел, непонятно, это мужчина, или женщина, и поэтому, когда приходят, они говорят по-английски что-то, и я говорю два раза дольше, чтобы объяснить, они говорят, слушай, я сказал, а там вы говорите два, я сказал, да, но я должен еще объяснить, что вы говорите, вы говорите о мужчине, вы говорите о женщине, и это причина, что с русским у нас есть проблемы, да, с языком именно, и не только мы, у грузинов тоже эти проблемы есть, и Господь благословил у нас, мы знаем в Армении несколько языков, русский мы все равно, Но учим с детства вместе с армянским. И это тот язык, который мы используем. Когда я иду в Грузию, я проповедую на русском. И в очень много разных стран я проповедую на русском. И слава богу, чем больше языков ты можешь найти, пока вы еще молоды, попробуйте учить, чтобы не были как я, чтобы вы не сказали. Потому что, знаете, в школе так много уроков, с которых я убегал, и я просто смеялся над учителями. Это были армянский язык, русский язык и английский язык. Почему? Потому что я любил физику, я любил электронику, радиотехнику, математику, все такие вещи. И я говорю, что зачем мне эти языки? И моя мама работала в школе, мне все ставили, и я убегал с классов. А потом, когда я пришел в церковь, то три языка, которые мне нужны были больше всего. И в первый год паса пришел и сказал, что Бог говорит, и я говорю, попробуй-ка не учи английский. И я сказал, что? И первая проповедь, которую проповедовал я, Карл Густав, тоже сказал мне об этом. 99% что проповедовал Карл Густав, я переводил, это была моя проповедь. Скажешь, а как проповедь? Он говорит, ну я, я был очень доволен, но я не знаю, люди были довольны или нет. Кто не знал, английские были благословлены. Ты скажешь, а Господь действовал? Действовал. А почему они тебе сказали? Потому что тогда так получилось, что несколько переводчиков, которые были в какой-то церкви, в Англии, он думал, что он должен был проповедовать. Он просто мешал. Они постоянно говорили, вот это не так говорится, это не правильно говорится. И пастор, он сказал, ну давай ты. Но кто бы мог исправить, потому что этот человек уже не знал, что исправлять. После этого пастор сказал, после этого ты будешь переводить, иди учи английский. Поэтому учи столько языков, сколько можешь. Но знаете, что дело не в том, чтобы просто красиво говорить. Эти слова надо понимать еще. Мы были в Грузии, и у нас были друзья из России, проповедники, и все со своими командами, и в Грузии у нас есть замечательный пастор, наверное, вы знаете, это Мамука Джабисашвили, и он здесь проповедует, и на этом тоже проповедует, на русском, кстати. Но мы отличаемся тем, что и... То есть мы похожи друг на друга, и отличаемся от остальных тем, что мы общаемся на русском друг с другом. Оба мы не закончили русскую школу, поэтому мы все эти слова путаем. Он, она, она, все эти места имения, мы сидим, рассказываем эти истории, смеемся, объясняем друг другу. И вдруг вот рядом со мной я вижу, что наши русские друзья задают вопросы моей жене Ирине. Ирина, она закончила русскую школу, очень хорошо знает русский. Ирина, когда мы сочетались с браком, она даже по-армянски не могла говорить. Теперь она говорит по-армянски, я говорил ей что-то на армянском, она мне отвечала на русском, и они говорят, Ирина, на каком это языке они говорят? Я говорю это о Слове Божьем, что мы должны не только читать, но и понимать. Ирина говорит, да они по-русски, они говорят, Ирина, но так мы по-русски не говорим, нельзя так по-русски говорить. Они говорят, не знаю, можно или нельзя. А что им? Смотрите, как хорошо они друг друга понимают. Знаете, так что Слово мы не должны только читать, мы должны понимать то, что написано в этом Слове, и для того, чтобы понять, у нас есть Святой Дух, у нас есть дары служения в Церкви, аминь. Конечно, для того, чтобы понять, иногда, когда мы смотрим, мы должны просто смотреть на всю Библию, не вырвать места. Матфея 16 глава, я скажу своими словами, Матфея 16 глава, с 8 стиха произошло чудо, умножение хлебов. Это просто чудо. Написано, что их ум, он не воспринимал это. И потом, когда они вышли, они шли в одно место, и Иисус сказал ученикам, что он им говорит? Он говорит, это осторожно, держитесь подальше от закваски фарисейской. А когда он говорил, то он вообще имел другую вещь. Но ученики, они вообще поняли другую вещь. Что они поняли? Что они подумали? Они подумали, да, мы не взяли хлеба с собой, мы просто, нам будет нечего есть. Они забыли, что Иисус накормил пятью хлебами пять тысяч человек, семью хлебами четыре тысячи человек. Иисус вообще не говорил об этом, он не имел это в виду. Иисус имел в виду, что вы должны просто быть осторожными в том, в чем фарисеи жили. Они не почитали Бога, они скорее любили деньги. И Иисус говорил, что они просто играли в игры. Это все был просто фасад, красивая одежда, но сердца, они были полностью отдалены от Бога. И я тебе скажу также слова Иисуса. Это также и относится к нам эти слова. Всем нам. Что мы не просто жили одну жизнь здесь в церкви, в воскресенье, когда мы приходим, поднимаем наши руки, и мы самые-самые святые люди. Но Господь знает, что после того, что мы выходим отсюда, что происходит с нами? Поэтому вот это, о чем говорил Иисус. О том, чтобы они держались под дожидом лицемерия. И Он говорит, вы что, не понимаете, о чем я говорю? Но они не понимали, о чем Он говорил. Они не могли бы даже представить себе, что Иисус имел в виду это. Почему? Потому что, знаете, что люди из этого мира, они не понимают, когда Слово Божие читают, потому что князь этого мира, я просто сидел и думал, что человек, он должен быть просто глупым, чтобы говорить, нет Богу, пронятно или нет. И Слово Божие говорит, что глупый человек, он сказал, глупец, он сказал, в своем сердце нет Бога. Ну и один раз встретил, когда я шел учиться, отправился учиться, с Налбадзаном Артуром, мы вернулись назад. И в Париже мы должны были сидеть 4 часа в аэропорту, мы делали домашние работы, ну пришел один человек, сидишь и пишешь вот эти домашние работы, и мы говорили о том, что если Иисус говорил, что когда один человек спасается, и ангелы на небе поют, я понял, что в 11 и 12 веках были холостические движения, люди писали вот эти труды и думали о том, что сколько ангелов танцует, когда один человек спасается. И я сидел, и я просто работал над темой, что насколько глупыми эти люди были, и зачастую мы тоже можем быть таким, потому что Иисус, когда Он это сказал, Он не хотел просто дать нам информацию о количестве ангелов, Он просто хотел, чтобы мы поняли, что покоение каждого человека, это так важно, что небо останавливается, все, на одну минуту, да, допустим. А мы убегаем из зала. Сейчас мы уже все поменяли, мы не зовем людей вперед. Когда мы звали вперед людей, те, которые приходили в первый раз, которые не были в первый раз, они уже убегали. Вот в это время Иисус говорит, это очень важно, чтобы на небе ангелы, они даже танцуют, небо радуется ради одного человека, который потерян, когда он приходит к Богу. И этот человек, он пришел, он так вот как говорил с нами, он говорил, можно задать, потому что мы говорим нет. Он повернулся на Албанзен, можно задать вопрос? Он говорит, нет. Потом говорит, а можно вам обоим задать вопрос? И не зная, что, особенно вот когда он приходит с камерами, не вот такие камеры, потому что эти камеры, они зашли через дверь, которая Христос. Потому что один раз они нам кое о чем спросили, дать кровь или нет, я говорю, ну конечно, наша церковь, мы давали кровь и даем кровь, по время, что много членов церкви сразу мы шли, мы сдавали кровь, у которых есть какие-то проблемы, мы просто сдали эту кровь для них, и однажды сказали, а почему я сказал Иисуса, Иисус просто продал свою кровь за каждого из нас, если мы хотим хотя бы капельку дать, чтобы спасти жизнь какого-то человека, какого-то ребенка, у которого есть проблема, и ему нужна кровь, то я готов это сделать. Знаете, они все это срезали и сделали вот так, что я сам просто был убежден, что вот я вот такую мысль выразил, но я вообще это не говорил, все по-другому это было представлено. Именно поэтому мы не хотели говорить, а потом Налбадзян сказал, потому что он хороший евангелист, он сказал, я позволю, чтобы вы говорили, но после этого я буду говорить с вами. Он говорит, хорошо. Они задали вопрос, вам понравился Париж и так далее, мы сказали, да мы вообще тут не были, он говорит, ну вы здесь, да, ну мы здесь в аэропорту, мы ждем, мы летим в Ереван. Очень быстро ответили на вопросы, и они были очень недовольны, потому что их цель, что вам должно понравиться Париж, вы еще раз придете в Париж и так далее, что сделать, чтобы Париж вам понравился еще больше и так далее. И на все эти вопросы, когда мы ответили, Пашлятман Албадзян сказал, а вы верите в Бога? Он сказал, нет. Это вот мой Бог. Я и мой ум, мы решаем. Мой ум – это мой Бог. Мой ум – это просто имеет высшую власть для меня. Если я что-то не понимаю, то это говорит. Я сказал, ну вы понимаете, как летит самолет? Вы не понимаете, и вы много не понимаете о том, как летит машина, и как работает компьютер, и как вот эти радиоволны здесь действуют, что я просто говорю, и здесь нет вот этого кабеля, и мы не видим вот этих радиоволн, но они здесь на самом деле есть, и поэтому мы можем использовать это как благословение. Поэтому наш ум, уже мы понимаем, что не все понимает. И есть Бог. Конечно, мы поговорили, но для меня было так удивительно, что встретить человека, который не верил, но 2 Коринфянам 4 глава, 4 стих говорит об этом. А это причина в том, что Бог этого мира ослепил умы людей этого мира, чтобы славное Евангелие Господа не воссияло для них. И здесь говорится о Христе, когда здесь говорится, что говорит Христос, который есть образ Бога невидимого. Но не только должны знать, кто такой Бог, но Христос, он образ невидимого Бога. Смотря на Христа, мы можем понять, кто есть Бог. Мы можем просто знать Его волю. Очень часто мы берем места из Ветхого Завета, и мы не понимаем. Это как ученики Иисуса не понимали. Поэтому, когда Иисус встретил их после воскресения, Он первое открыл их ум. Пусть Господь откроет наш ум, чтобы мы поняли. Он раскрыл их умы, чтобы они поняли то, что написано, потому что мы можем читать Ветхий Завет полностью и не понимать. Читать книгу Иова, допустим, может, в нашей жизни что-то случилось, да, мы можем взять и просто вот так стоим, и мы начинаем уже сомневаться, и мы не знаем. И мы даже можем обижаться на Бога, на то, что происходит, не понимая, что люди не являются нашими врагами. И Слово Божий говорит, что наша брань, она не с плотью и с кровью, тем более не с братьями и с сестрами, которые ходят в одну церковь с нами и не зная обо всех этих вещах. И здесь говорится образ Бога невидимого. И знаете что? Почему мы не понимаем? Потому что мы должны взять всю Библию. Ветхий Завет, автор послания к евреям говорит, это просто тень тех вещей, которые должны прийти, тень приходящих, тень тех вещей, которые должны прийти. Смотря на мою тень, вы не можете понять, кто такой Баграт, понять меня, видеть мое сердце, узнать меня. И смотря на мою тень, вы не можете понять, иметь полные знания о том, какой же Баграт. Именно поэтому Новый Завет, это Христос, который пришел сюда, и он есть образ Бога невидимого. Иисус сказал, никто не видел Отца. Сын человеческий, Он явился, чтобы показать, чтобы объяснить, потому что у людей было неправильное представление об Отце, о Боге. Именно поэтому они смотрели на свои жизни, и проблемы своей жизни совсем по-другому. Знаете, давайте откроем. Иова 42, пятый стих, и сороковые главы в Иове, когда мы читаем, и каждый раз появляется вопрос за вопросом, вопрос за вопросом. Иов, он когда говорит, мы понимаем, что он только не просто уходит от Бога. Иов говорит, да что ты держишься за Бога, просто поклали его и умри, не знаешь, но это Бог сделал все это с тобой. Но знаете что, Иов, он в самом конце, вот эта глава называется, глава, где Иов кается, и после того, как он покаялся здесь, он говорит, что, говорит, я слышал о тебе своими ушами, своим ухом, слуха в ухо, теперь же глаза мои видят тебя, и когда я увидел тебя, все изменилось, потому что, вы можете слушать обо мне, но больше обо мне знают те люди, с которыми я общаюсь, которые встречают меня, видят меня, и вот в этом есть причина, что наша цель это не просто идти в церковь, и мы говорим, что будьте ли вы в домашних группах, мы имеем домашние группы, мы имеем в лагере, мы имеем очень разные служения, чтобы просто мы имели вот это общение и познание, но если вы имели вот эту встречу с Богом пока, чтобы, как Георг сказать, я вот столько лет верующий, но я просто слышал о тебе, теперь я вижу тебя, придет день, мы на самом деле его увидим, и Сын Человеческий, Он явится, мы увидим его лицом к лицу, самого Бога, и до этого, если нет вот такого откровения у тебя, у нас есть Слово, у нас есть Библия, аминь, и вот в Ивреям, первая глава, третий стих, здесь написано, пусть Слово будет только нашей истиной, пусть Слово Божие показывает нам волю Божию, я просто очень быстро пройду, да, по стихам, Христос, будучи сиянием славы и образом ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив с собой очищение грехов наших, посел и десною величия на высоте, говорит, что Христос, Он, сияние славы и образ ипостаси Его, смотря на поведение Иисуса в четырех Евангелиях, на том, что Он делал, мы понимаем, кто есть Бог, Иисус сказал, я не прошу, чтобы делалось в мою волю, но волю моего Отца, я хочу сказать здесь, вот в этом стихе, в этом слове, кто есть Ты во Христе Иисусе, я хочу начать из Евангелия от Иоанна, первая глава, третий стих, И Павел, когда писал Ефесиным, он говорит, что я молюсь, когда я слышал о вашей вере, о той любви, которая у вас есть по отношению друг к другу, я молюсь за вас, чтобы ваш ум был раскрыт. Это хорошо, что мы любим Бога, это хорошо, что мы верим, но наш ум, он должен быть раскрыт, понять, кто мы, что мы есть, что мы унаследовали, какую силу мы имеем, потому что это очень важно, потому что без этого наша жизнь не может состояться полноценно, вы не можете полноценно действовать. Просыпайтесь утром, первое слово будет, да кто я такой, да где я нахожусь? Ты доктор, или учитель, или водитель. Когда ты проснулся, и ты не знаешь, кто ты, ты не можешь идти и перейти к тому, чтобы переносить плод. Поэтому и молятся, и знаете, что здесь говорится в Слове Божие? Об Иисусе написано, что Он был истинным светом, и Он освящал каждого человека, Он был свет людям, Иисус был в мире, и мир был созданным, но мир Его не узнал. Он пришел к Своим, но Свои Его не приняли, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, я здесь хочу акцентировать, есть люди здесь, которые приняли Иисуса? Поднимите руки. Теперь смотрите, о нас от Господа есть Слово. Кто мы? Те, которые приняли Его. Бог дал им власть, быть детьми Божьими. Те, которые верят в Его имя. Стих 13. Посмотрите, мы, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Кто родился от Бога, побеждает этот мир. И Слово Божье говорит здесь, что победа, это вот, это наша вера. Но об этом я сейчас не буду сегодня говорить. Ты победитель. Ты победительница. Вы не случайность. Я уже перейду, это просто 10 минут у меня исчез, я буду уже проповедовать, я буду говорить свою проповедь. Ты Дедя Божий на этой земле. Слово Божье говорит, те, кто приняли Иисуса, те, кто повели в Его имя, вы слышите меня. Вы не просто так появились в этом году в стране Армения. Это Господь родил вас. И Слово Божье говорит, Павел пишет, посадник Ефесиным, и приготовил для дел. То есть, есть дела, приготовленные, которые мы должны выполнить их. Если бы это просто осталось на нас, это был бы просто на наш выбор, то 99,9,9% они бы вообще не родились в Армении. Удивительно, да? Но знаете, что очень много людей, они мечтают жить в Армении. Однажды, друг из Сарабеша, пришел, он сказал, как хорошо, он говорит, хорошо, у вас есть четыре времени года, люди хорошие. И знаете, он такие, он так много вещей сказал, хороших, что я не видел в своей стране. Он говорит, ваша зелень, сыр, эти фрукты, овощи в сезон, говорит, мы, мы, когда кушаем абрикос, это как резинка. Он говорит, вы что туда, в абрикос воду наливаете отдельно? Воду впрыскиваете? Мы говорим, нет. Он нюхает помидор, говорит, я только хочу жить здесь, все эти вкусности есть, мы в Америке, мы говорим, органическая пища, это просто очень дорого стоит, чтобы что-то такое вообще кушать, у вас все это органическое, натуральное. Есть вещи, мы не замечаем, знаете, люди приходят, восхищаются, говорят, мы видим Арарат, вы видите Арарат, а мы проходим рядом утром, когда мы даже и не обращаем внимания, как красива эта гора, которую Господь поставил, чтобы наш город был еще красивее. Есть вещи, мы не замечаем. И, знаете, я просто хочу сказать, это все не случайно, что мы здесь, не случайно, что у нас есть вот эти черные волосы, вот эти большие глаза, красивые, большие глаза. И Арарат Павел говорит, это не из-за наших красивых глаз, что Господь нас благословляет, но это хорошо, иметь большие красивые глаза. Потом я хотел кое-что сказать, я просто, я просто понял, что не надо говорить, потому что там есть другие народы. Ты скажешь, почему? Потому что Бог не смотрит, на самом деле не смотрит на глаза. Ну, хорошо, конечно. Ты скажешь, я устал, я хочу уже все это покраситься. Знаете, очень много народов, они хотят покрасить волосы, чтобы быть черными. Но наши волосы черные, и знаешь, я хочу вот это сказать, что ты, Дитя Божие, поставленный в этой стране, и Господь хочет, чтобы ты был, ты была светом и солью, дать вкус и дать свет. И стоит говорить, что мы не были рождены в Боге от желания человека, от желания плоти. Нет, но на основании Слова Божьего родились от Бога на этой земле. Скажите, аминь. Просто, чтобы продолжить эту мысль, потом мы будем молиться. 1 Иоанн, 3 стих, 3 глава, 1 стих. И он продолжает. Когда вы знаете, кто вы, вы по-другому смотрите на себя. А тем более, когда вы знаете, кто стоит за вами, что у вас есть, то вы вообще, вы даже меня машину водите по-другому. 1 Иоанн, 3 глава, 1 стих. Смотрите. Смотрите внимательно. Здесь написано, смотрите. Мы можем читаем, но мы не видим. Мы можем живем, но мы не замечаем. Говорит, смотрите. Повернись к соседу, скажи, смотрите. Просто пальцем на себя покажи и скажи, смотрите. Наш отец. Мы молимся, отче наш, отец наш. Мы говорим отец, потому что мы его дети. Смотрите. Какую любовь дал нам отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его. Какая великая любовь. Здесь слово «дал», но здесь слово «дал» как благодать. Мы не заработали это. Мы даже и не можем это заработать. Какую любовь дал нам отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Первая Петра, вторая глава. Знаете, это просто мечта Бога, чтобы мы были здесь. Бог спланировал много веков назад о Христе говорить, что до того, как этот мир был создан, уже был приготовлен агнец для того, чтобы взять наши грехи. Чтобы приблизить нас к Богу. И Он сделал это с помощью Его плоти. И Он разорвал вот этот занавес, который стоял между нами и между Богом. И сегодня мы входим в святая святых посредством крови Христа. И мы оправдались Его именем. Он распялся за нас, за прощение наших грехов и воскрес для нашего оправдания. И Петр говорит именно поэтому у нас есть смелость, чтобы войти в святая святых и приблизиться к трону благодати или к трону милости. И евреям говорит, что приходите со смелостью, чтобы получить ту помощь, которая вам нужна сегодня в нашей жизни. Ту благодать, ту милость. Потому что все, что мы есть, это посредством только Его благодати. И без Его благодати мы даже не можем быть тем, что мы должны быть и можем быть. и поэтому написано церковь Коим Феном говорит, да кто я есть, это все благодать Божия. И я не был, я просто последний из апостолов, потому что я гнал церковь. Потому что давайте, не будете, будьте осторожны. Иисус пришел и сказал, что вы делаете церковь, вы делаете для Бога. Иисус пришел и сказал Павлу, он сказал, почему ты меня гонишь? Не делайте ничего плохого, делайте только хорошее, потому что вы делаете Иисусу, и он в долгу не останется. Он говорит, что я есть, все, что я есть, это только посредством Его благодати, и эта благодать во мне не была тщетной. И написано в Слове Божьем, 2 глава 1 Петра 9 стих, но вы, это мечта Господа, роды избранные, иметь народ, но вы роды избранные. Вот к чему мы принадлежим, вот это наша принадлежность, но вы роды избранные. Царственное священство. Потому что царь царей – это Иисус. И мы священники, поставленные Господом. Но здесь потом еще вот одно интересное слово используют. Священный народ. И продолжать. Царственное священство, народ святой. Народ святой. Люди, взятые в удел, принадлежащие только Богу. в смысле, мы принадлежим только Богу. И согласно закону о собственности, никто не может взять из рук Божьих ничего, что принадлежит ему. Ни один вор не может украсть. Это так, эти слова, эти стихи, они так глубоки. И здесь написано, «Дабы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудесный свет». То есть, Господь призвал нас из тьмы в чудесный свет. И вы некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Мы, Его семья. Аминь. Он наш Отец, сидящий рядом с тобой. Это твои брат и сестра. Именно поэтому, вот эти, когда мы читаем послание, говорит о уникальных отношениях между людьми в церкви. Это любовь. Мы не должны иметь вражду. И когда апостол Павел говорит в своих посланиях, он дает такой список, как поднимать друг друга, что надо стоять друг за другом, благословлять друг другу. Аминь. И все это, знаете, чтобы правая рука не знала, левая рука, что делает. То есть, мы ничего не должны показывать, быть, вот, как фарисеи, которые показывали всем, что они делали. Там три вещи, да? Молитва, благодеяние и пост. Когда мы постимся, чтобы люди не поняли, что мы постимся, мы не должны его так грустно и говорить, да, он постится. И еще четыре приходят, знаете, сколько он постится. А вы откуда знаете? Потому что правая рука не должна знать, что делает левая. Я помню, начали церковь, мы с учителями, церковь была небольшая, и мы решили, когда наши деньги приходят, мы сразу снимали десятины, и вот, исходя из нашей любви, тот дар, который мы будем давать, мы говорили, все равно нам не хватит, так что мы еще дадим, мы еще прибавляли, и мы делали то, чтобы благословить наших братьев, наших сестер, мы просто отделяли от тех денег, которые мы зарабатывали, мы могли давать это едой, мы могли давать просто деньгами, мы просто решили делать это так, чтобы никто, никто не знал, мы просто всовали в карман, чай-то ставили в Библию, мы находили бумажник и ставили туда деньги, можно представить, этот человек, он вообще не знает, и Господь такие чудеса совершал, а Мико он не рассказал, он сейчас пастор молодежного служения, его деньги закончили, своими молитвами, Господь сказал, иди, в твоем бумажнике есть деньги, возьми и отдай деньги за твою квартплату, потому что в основном мы когда не ставим туда сами деньги бумажника, там деньги не появляются, потому что люди, они вообще-то берут бумажник, чтобы достать оттуда деньги, а мы просто пытаемся так очень осторожно взять и просто ставить деньги, а если бы кто-то взял и видел, что там много еще бы взял, знаете, но это уже другой вопрос, здесь есть 10 заповедей, да, об этом говорится, которые говорят, что не кради, но почему вот мы это делаем, чтобы имя Господа было проставлено, и мы это делали, потому что у нас есть откровение, что мы это единая семья, а в семье все помогают друг другу, в семье люди поднимают друг друга, просто воодушевляют, молятся друг за друга, и этим прославляется наш Господь, наш Бог в веки и в веки, и пусть команда подставлена придет сюда, мы будем молиться обо всем этом, я просто хочу сказать, что знаете, вот эти слова, которые я говорил, вместо с этим, знаете, следующее, на 100%, что любящим Бога, я не знаю, что в твоей жизни происходит, именно там, 828, я не знаю вашей ситуации, проблемы, финансовые вопросы, все, через что вы проходите, но знаете, я тоже живу в Армении, я не спустился с неба, я вот здесь с вами, я тоже знаю некоторые вещи, что здесь происходит, что люди проходят, и знаете, я скажу вам кое-что, но Бог, Он знает намного больше, я может знаю тех людей, которые близки ко мне, я общаюсь, но Бог знает сердце каждого, Бог, Он, кроме того, что Он создал нас, Он наш Создатель, еще Он наш Отец, которого интересуют проблемы в нашей жизни, вопросы нашей жизни, и Он требует от нас то, что сказал Иисус, что величайшая заповедь, это возлюби своего Бога всем сердцем твоим, всем умом твоим, всем естеством, всей силой, и второе, подобно вот этой первой заповеди, Иисус сказал, что возлюби ближнего, как себя, потому что тот, кто любит Бога, любит и того, кто был рожден от Бога, понимая, что мы – это единая семья, и мы, и наш дом – это небеса. Вимлянам 8, 28, что любящим Бога все, знаете, время пройдет, и вы увидите все это. На небе мы будем там, если сегодня вы некоторые вещи не понимаете, и не понимаете, у вас очень много вопросов, и мы пойдем на небо. Там вы увидите, насколько правильно это слово. Ну, пусть это начнется отсюда. все содействует ко благу для тех, которые любят Бога. И, как говорится, все, как говорится, мы во всем этом, мы больше, чем победители. И все иногда скажут «Аминь». Давайте встанем на ноги, пожалуйста. Давайте громко поаплодируем. Правильно? Аллилуйя. Знаете, слово, которое я проповедовал сегодня, зная, кем мы являемся, давайте вот так будем молиться, осознавая, кем мы являемся. Когда мы говорим «Отче наш, молитву отче наш», мы просто не идем к кому-то, кто далеко от нас. Каждый родитель, он интересуется жизнью своего ребенка, каждый родитель, он интересуется победами своего ребенка, трудностями, да, и родители приходят, они помогают. Победа ребенка радует родителя. Для каждого родителя его дети самые красивые, так это или нет. Учителя наших христианских шоу, наши учителя говорят, «Ну, знаешь, я говорю, я говорю родителю, ваш ребенок такой плохой, но они защищают». И пастор говорит, да поймите, это родитель. Это родительская любовь, родительская реакция, автоматически. Никто лучше наших детей, никого просто нет. Мы защищаем, делаем все, что для них можем. Иисус говорит, что если вы от вашего церкви просите хлеб, он же вам ни камень не дает. Если вы просите рыбу, он не дает змею. И мы, будучи несовершенными, если мы можем это делать, то пусть никто не обманет нас и наша жизнь, и наши обстоятельства, и ни всякая вещь, пусть не обманет нас, в том вопросе, что наш Бог, что говорит Слово Божие, что Он благ, и Он творит благами, совершенное даяние, благие дары. И все это исходит с неба. И моя молитва о том, что мы сегодня будем молиться о том, чтобы мы имели прочное основание, и мы возьмем вот это, Псалом 117, стих 5, какая бы проблема у тебя была, через какие бы вещи у тебя не проходил, ты сегодня, сегодня причиняет тебе неудобства. Слово Божие дает нам обещание. Говорит, призови Меня, и пусть Господь просто выведет тебя на расширенное место. Давайте сначала просто будем благодарить, возьмем просто песню, и просто, давайте, благодарить за все блага, которые Бог просто совершил в вашей жизни. Я никогда не заставлял своих детей прийти ко мне, благодарить Меня. И я когда давал своим детям что-то просто, я сам этого не имел, я сделал все, что я никогда не говорил им, ну вот, обязательно скажешь спасибо папе. Но знаете, как было приятно, и они всегда приходили, они всегда благодарили. А после чего-то, что я сделал, они говорили, отец, мы так благодарны тебе и маме. И когда они вот так приходят, они начинают тебя благодарить, и что ты даже не ожидаешь, твое сердце, начинает вот так биться, очень интересно, и ты думаешь, ну что я еще могу сделать для них? когда дети приходят вот так капризные, они просто требуют. Нет, мы не были такими. Видишь, на улице ребенок лежит на полу и говорит, если ты не купишь мне вот эту игрушку, знаешь, ну, 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 ты хочешь просто взять этого ребенка и сказать, что в детстве тебе просто не надавали, но когда приходит вот ребенок, и вот с этой благодарностью, даже ничего не говорят, ты говоришь, что я еще могу для него сделать? Вот я хочу, чтобы вот этот дух, он был здесь, в этом, в этой песне, благодарить за свою жену, за детей, за дом, за работу, за страну. Хватит уже проклинать, это самая лучшая страна, и Бог знал, что именно здесь мы должны были быть, и Он нас поставил сюда, благослови, а не проклинай, благодари, и увидишь, что Господь сделает в наших жизнях. Пожалуйста, ведите нас в прославление, давайте просто благодарить. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарим, мы приходим к тобой отец.